Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами снова рубрика готовимся к успешной продуктивной неделе. Что же вас ждет сегодня? Во-первых, у нас с вами будут опять заготовки еды. Мы с вами подготовим наш холодильник. Спланируем меню на следующую неделю, заставим список покупок. Конечно же мы с вами поухаживаем за собой, примем ванну, сделаем самодельный скраб для тела и маску для волос и лица. Уделим время планированию, спланируем занятия для детей, составим список бытовых дел на следующую неделю. Так как впереди нас ждет с вами новый месяц, то подобьем и спланируем бюджет. Ну и конечно же подготовим наш дом, встретить новую неделю чистым и организованным. Вы начнете новую неделю позитивно, заряженной и максимально эффективно. Ну и по традиции начинаем мы с кухни. Сначала я поставлю вариться бульон. Сегодня я буду готовить финскую уху. Для такой ухи я прям покупаю готовый суповой набор, там например из лосося или из форели. И там достаточно и костей для того, чтобы бульончик был наваристый, достаточно мяса. А сейчас я подготавливаю курицу. Нарезаю ее вот на такие, скажем так, пластины. Это у меня будет шницель, замаринованный в сливках. И я его буду в течение недели обжаривать в сухарях. Сейчас я нарезаю индейку. Я ее буду мариновать для того, чтобы жарить на гриле. Тоже это буду делать прям вот в течение недели, может быть завтра, может быть сегодня вечером мы сделаем. Еще нарезаю куриную грудку на такие небольшие кусочки. У нас будет на следующей неделе жульен пирог. И уже подготавливаю курочку, чтобы потом просто разморозить. Кусочки были нарезаны. Итак, маринад для шницеля. Добавляем соль, перец, приправы для курицы, ваши любимые приправы, специи, паприку, сливки. Все это хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться. Таким образом курочка может мариноваться у нас в сутки. Она будет очень нежная. И сейчас мариную индейку. Смешиваю соль, сахар, перец, сушеный чеснок. Добавляю соевый соус и немножко устричного соуса. Все так же хорошо перемешиваю. Выжимаю сюда 2 зубчика чеснока и оставляю мариноваться. Ну а сейчас я решила приготовить домашнюю колбасу. Что нам для этого нужно? 500 грамм нарезанного куриного филе. Добавляем сюда сливки, яйцо, соль и ваши любимые специи по вкусу. А также немножко муки. Все точные пропорции я вам оставлю в описании под видео. Я все это взбиваю в термомиксе до такой консистенции. Смотрите, напоминает детское мясное пюре. Вы можете это все сделать погруженным блендером. На самом деле такая колбаса получается очень вкусная и нежная. Самое главное, она недорогая. Вы сами можете судить по количеству ингредиентов, которые мы здесь используем. И мало того, что она недорогая, самое важное, что она безопасная, потому что вы знаете из каких ингредиентов, из чего вы ее готовите. Я беру стаканы, смазываю их внутри растительным маслом и выкладываю наш такой мясной мусс. Все хорошо утрамбовываю ложечкой. Теперь мы берем кастрюлю, внутрь вкладываем полотенце, вставляем стаканы и наполняем водой где-то наполовину. Наши стаканчики необходимо закрыть пищевой пленкой. Там будет такая, скажем так, внутри паровая баня создаваться. Мы ставим на огонь кастрюльки, доводим до кипения, потом убавляем огонь и варим где-то 30-40 минут. Так что видите, у нас сколько с вами параллельно запущено процессов. Я люблю в процессе приготовления сразу убирать за собой. Я не коплю посуду, чтобы потом, знаете, не было такого неприятного момента, когда ты уже закончил готовить, а тебя еще ждет целая гора посуды. И, конечно же, такой объем посуды просто не уберется в посудомоечную машину. Поэтому вот я что-то приготовила, как сейчас, сразу убрала за собой, помыла. Дела делаются параллельно и, в общем, ты всегда чем-то занят. У меня бульон сварился, я его обязательно процеживаю, потом возвращаю все в кастрюлю. Кастрюлю тоже промываю и сейчас приступаю к нарезанию овощей. Какие овощи я сюда добавляю? Это лук, морковь и картофель. Закладываем овощи в кастрюлю, возвращаем туда рыбу, выливаем сливки, добавляем ваши любимые специи. Нам нужно прям буквально, знаете, минут 15 поварить супчик, чтобы овощи приготовились. А сейчас я буду запекать цукини. Хотела еще сегодня запечь тыкву, но, к сожалению, на кассе, когда мы за продуктами ходили, тыква оказалась гнилой, я увидела, поэтому только бы нам пришлось отказаться. Заправляю цукини растительным маслом, соль, перец, паприка копченая. Очень вкусная такая получается смесь. Все выкладываем на противень и выпекаем где-то при 180 градусах минут 20-30. Надо, чтобы, знаете, так хорошо сжался цукини. Вы, наверное, не раз замечали в моих видео покупную гранолу. Я решила, что приготовлю сегодня ее сама. Я смешиваю овсяные хлопья, овсянку берите, которая долго варится, измельчаю орехи, у меня фундук, миндаль и кеша до вот такой консистенции. Можете порубить ножиком, как вам удобно. Также в эту массу я добавлю соль, немного корицы, растительное масло и мед. Все хорошо перемешаю. Точные пропорции оставлю в описании под видео. Еще раз, девочки, вам повторю, так что рецепты вы найдете там. Тем временем у меня приготовилась колбаса. Чтобы она хорошо отходила, я в стаканчике промываю под холодной водой, тогда она гораздо легче выходит. И отправляю выпекаться нашу гранолу. Я ее выкладываю на противень и лопаткой, можно ложечкой, все вот так хорошо разравниваю. Выпекаем при 180 градусах, минут 15-20 она должна подрумяниться. И сейчас, пока у меня запекаются гранолы, я быстро смешаю творожные пончики. Это будет сладкая выпечка, у меня ее очень любят дети. Здесь мы смешиваем творог, яйца, сметану, муку, разрыхлитель. Ну и параллельно быстренько моем какую-то посуду, которая у нас скопилась. Из полученной массы мы с вами сейчас начнем скатывать шарики. Разного размера можете скатывать, в общем-то, как угодно. Тесто очень приятное, оно легко катается, несмотря на то, что оно достаточно такое жидкое и не забитая мукой. Я сейчас делаю двойную порцию, а в описании вам дам рецепт на одну порцию. Выпекаем при 180 градусах где-то 20 минут до румяности наших пончиков. Проверяйте шпажкой. Вот такая гранола получилась. А я тем временем не теряю время и буду готовить хлеб. Мы смешиваем кефир, добавляем соду, соль и сахар. И смотрите, какая должна получиться масса. Она должна пениться. Я сейчас вам показываю. То есть обязательно должна быть реакция, чтобы вы не чувствовали привкус соды. Добавляем сюда растительное масло и муку. Сейчас я готовлю батон, поэтому добавляю пшеничную муку. Дальше буду готовить ржаной хлеб и там я уже буду смешивать цельнозерновую ржаную муку и цельнозерновую пшеничную муку. Формирую батончики и буду выпекать где-то 30-35 минут при температуре 25-35 градусов. Вот сейчас я как раз замешиваю ржаной хлеб. На сформированном хлебе делаем надрезы и батон я смазываю молоком. Ну а пока будет печься хлеб, я решила полить цветы, которые у меня в зале стоят и разобрать белье. Я его сейчас отсортирую по цвету. И я люблю использовать вот такие вот мешочки для стирки. Я туда сортирую нижнее белье и носочки, чтобы потом все это не перемешивалось. Очень удобно достал мешочек и все развесил. Я справилась гораздо быстрее, поэтому у меня есть время на то, чтобы навести порядок в кухонных ящиках, где у меня обычно оскапливается какой-то ссор. Обязательно промываю банки, когда например у меня закончилась мука, сахар и только чистые возвращаю на место. Ну а это ящичек с нашими сладостями, здесь тоже много крошек. Теперь я буду закладывать все, что я приготовила. Вот такая гранола. Часть я поломала, а часть порежу знаете, вот скажем так, на такие батончики. Два разных получится десерта. Батончики можно есть просто так. Гранола получилась обалденно вкусная. Вот такие вот творожные пончики у меня получились. Я их немножко передержала, но в любом случае на вкусе это не отразилось и детки у меня кушали их с удовольствием. Перекладываю запеченные кабачки, они тоже просто обалденно вкусные. Ну и замаринованная курочка индейка, которую я буду готовить в ближайшие дни. А вот такая колбаса у меня получилась. Сейчас я вам покажу разрез. Посмотрите, ну прям действительно как натуральная колбаса. У меня дети ее очень любят. И вот не обращайте внимания на такое количество, она съедается очень быстро. Вы также можете разогревать, например, кусочки и давать прям как суфле своим деткам кушать сами. Это очень вкусно. Я бегу вниз, достаю уже стирку, которая у меня выстиралась и закладываю следующее белье. Не теряем ни минуты. Я вышла в отбор, потому что у нас сегодня очень жарко, 29 градусов тени. Я решила, что осушить белье буду сегодня на улице, чтобы оно меня успело высохнуть и я смогла его вернуть в шкаф. Ну что, приступаем к планированию меню. Я вынесла кошечка, где все это расписываю. Там вы можете посмотреть, какие же блюда я буду готовить. На этой неделе у нас в меню будет шницель куриный, рыба, пирог жульен, паста с креветками. Потом я добавляю выпечку. У нас будет это манник и лимонный пирог и супы. Финская уха, чечевичный суп и кабачковый суп. Интересный рецепт я вам покажу по влоге на следующей неделе, так что ждите. Может быть, мы вместе с вами приготовим пирог жульен, лимонный пирог и, например, кабачковый суп. После того, как меню спланировано, я пишу список покупок, отмечая вообще все-все-все продукты, которые мне потребуются по этому меню, а потом уже отмечаю, например, что у меня есть. Эти пункты я вычеркиваю. Так как с делами на кухне закончено, я приступаю к уборке. Буду готовить нашу столовую зону к новой неделе. Я хорошо протираю наш кухонный стол. Сегодня я протру его целиком и ножки в том числе. Также у меня сегодня по плану протереть все наши стульчики. Особенно нужно хорошо помыть детские стулья, потому что они, конечно, очень быстро пачкаются. С наших стульев я снимаю чехлы и буду отправлять их в стирку. Сегодня перестираю чехлы со всех стульев, но я также хочу почистить ножки у стульев. У меня еще все в порядке с такими набойками, скажем так, на стулье, а вы, например, можете освежить, если у вас там повлетали они. Сейчас вам расскажу про способ, как можно очистить несвежий след ручки, вот, например, со стола. Берем соду смешанное с хлоргексидином и все прекрасно оттирается. Смешиваю в пропорции 1 к 1. А здесь я буду очищать засохшее пятно от йогурта. Вы видите, какое оно. Я использую смесь воды и уксуса и щеточку. Смесь у меня в пропорции 1 к 1, уксус 9%. Видите, как все прекрасно отошло. Я буду замачивать все наши чехлы. Использую пятновый водитель. Сейчас вы увидите, какой он у меня кислородный. Все заливаю горячей водой. Очень удобно использовать такую детскую ванночку. Я вообще в ней и цветы замачиваю орхидеи, поливаю таким образом. Они там стоят в этой ванночке, напиваются водой. Я переместилась наверх для того, чтобы, знаете, так хорошо и основательно почистить свои ковры. Не хочу я их выбивать, вытряхивать. И ни один не робот-пылесос, не вертикальный пылесос, таким образом, как вот у нас Томас, хорошо не почистит мои коврики. Поэтому я их чищу вдоль, поперек и заодно поднимаю ворс. Очень мне нравится, как этот пылесос справляется. Посмотрите, сколько грязи. Специально вам хочу показать с одного ковра. Хотя я за ним ухаживаю на регулярной основе, но вот видите, сколько все равно он грязью вытянул из него. Но то же самое проделаю с ковриком со своей стороны. Я хотела вам еще, девочки, сказать огромнейшее спасибо. Мне очень приятно, что у вас моя новая рубрика с подготовкой к новой неделе вызвала такой отклик положительный, что вам она очень понравилась. Поэтому, конечно же, я буду продолжать и давайте будем заряжаться, мотивироваться для новой недели вместе. Что делаем дальше? Возвращаем все предметы на свои места и я буду менять по традиции постельное белье. Я хотела сегодня перестирать на матрасне, хотела перестирать одеяло, подушки, но что-то и так много стирки, что, наверное, я это перенесу на другой день. Откровать уже просто заправлю и подготовлю ее к новому дню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас небольшая пауза и мы с вами спланируем занятия для наших детей на следующую неделю. Я планирую по дням недели, ну и по детям, соответственно, так как разного возраста, естественно, разные занятия, но что-то я объединяю. Я готовлю, например, занятия по развитию речи. Так как у нас начинается лето, у нас будет занятие посвящено именно этой тематике. Я подготовлю для них стишки, подберу картинку для того, чтобы они мне составили описательный рассказ, подберу для Лизы текстный пересказ, найду какую-то пальчиковую игру, загадку. В общем, все, что я найду, я с вами поделюсь этим файлом в описании под видео, девчонки. И основной форме, конечно, грамоты, развития речи, математика. Ну а все вот остальное, это, скажем так, дополнительно для общего развития. И сейчас, вот у меня есть такой блокнот, я, скажем так, подобью бюджет и спланирую его на следующий месяц, потому что месяц у нас заканчивается, сегодня последний день, поэтому необходимо, если у вас есть какие-то финансовые цели или вы хотите как-то контролировать свои финансы, все это подбивать и, конечно же, планировать. Ну и по традиции, в конце месяца я оплачиваю все наши коммунальные счета, так что достала папку, где у меня забиты все лицевые счета и так далее, и оплачу, чтобы в новый месяц войти без обязательных платежей. Я вновь спускаюсь на кухню, у меня все заготовки уже остыли, поэтому я готовлю холодильник. Протираю его смесью горячей воды и уксуса в пропорции один к одному. горячую воду я использую для того, чтобы если что-то прилипло, пристало, все это очень легко и просто отходило от поверхности холодильника. Если протирать холодильник на еженедельной основе, то он у вас будет практически всегда в идеальном состоянии, и занимать это у вас будет буквально секунду. Этой же смесью я протираю и микроволновку, и внешнюю дверцу холодильника, все очень хорошо отходит. Решила я еще и шовчики пройти зубочисткой. Возвращаю продукты, которые мы купили и то, что я заготовила на следующую неделю. Сладости также загружаю в выдвижной ящик. Совсем забыла я про суп, поэтому возвращаю его на место. И я перемещаюсь на второй этаж, буду готовить к новой неделе нашу ванную, чтобы она была чистой и сверкала своим блеском и чистотой. Для уборки я использую смесь уксуса и воды, всю ту же бутылочку, и скраб самодельный, это смесь соды и хлоргексидина. Также вы можете смешать соду и перекись водорода в пропорции один к одному. Этими средствами я омою абсолютно все, и акриловую ванну, и раковину, и унитаз, и биде, и все отлично отходит. Субтитры сделал DimaTorzok Самое главное в процессе подготовки к новой неделе не отвлекаться над соцсети, такие, знаете, как Instagram, где там нужно постоянно что-то листать, куда-то тыкать. Я люблю в это время включить фоном или YouTube, или какой-то сериал и, в общем-то, получать какую-то новую информацию, далее расслабляться под сериал и совмещать, в общем, приятное с полезным, готовить, убираться и так далее. Протираю пыль со всех поверхностей, у меня остается, скажем так, последний штрих, я сейчас быстренько почищу раковину, хотя она и так, в принципе, чистая, но для поддержания чистоты я не могу ее оставить без внимания. Сегодня я также пополняю запасы ватных палочек, жидкого мыла, ватных дисков и так далее. На кухне делаю то же самое, например, наполняю кувшинчик растительным маслом, средства для мыстя посуды, наполняю емкость и так далее. И я вернулась опять за компьютер, сейчас я буду планировать, скажем так, бытовую часть своей недели, я расписываю, когда и что я планирую делать. Это не, скажем так, не стопроцентное руководство их действий, так же как и меню, но это дорожная карта, которой я придерживаюсь, чтобы не возникало вопросов, когда ты не знаешь, что бы мне сегодня поделать, а что бы мне сегодня приготовить, вот пожалуйста. Все прописано, просто следуй этому. Ну а теперь время заняться собой. Я буду готовить домашний скраб для тела. Здесь у меня просушенный кофейный жмых из кофемашины и растопленное кокосовое масло. Я покупала в обычном продуктовом магазине вот такую баночку. Также я решила сделать маску для волос. Я смешаю кокосовое масло, масло какао и масло ши. Все это я делаю на глаз. Скраб храню просто в красивой баночке, она у меня из Икея, чтобы было приятно всем этим пользоваться. Вот смешиваю маску для волос, не придерживаюсь никаких пропорций. Все это я делаю, повторюсь, на глаз. Ну а сейчас я наношу скраб для лица, хорошо все проскрабирую кожу, прежде чем принимать в ванну и расслабляться. И нанесу просто обычную тканевую увлажняющую маску, чтобы напитать свое лицо. Музыка Мы с вами молодцы, хорошо потрудились, поэтому никому не помешает расслабляющая ванна с пеной. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!